Пётр Рыков, российский актёр и телеведущий, полюбившийся зрительными работами в картинах квест «Ангел» или «Демон. Привычка расставаться». Внимательные дамы могли увидеть фотоартиста в каталогах продукции сетевых компаний. Родился будущая звезда сериалов в Новгороде в самом конце 1981 года, а вырос в Смоленске. Со слов матери, с малых лет он был идеальным ребёнком. Получив среднее образование в обычной школе, Пётр три года проучился в музыкальном училище в Смоленске по классу гитары. Следующим учебным заведением в биографии Рыкова оказался факультет иностранных языков Смоленского гуманитарного университета. Через пару лет в поисках перспектив студент перевёлся в Московский гуманитарный институт имени Дашковой. В ВУЗе молодого человека привлекла специальность лингвистика и межкультурная коммуникация. В 2006 году Пётр получил диплом переводчика, а вместе с ним и знание английского и немецкого языков. По окончании ВУЗа красавец блондин с голубыми глазами и ростом в 185 см решил попытать счастье в качестве модели. И не прогадал. В фэшн индустрии Пётр Рыков прошёлся по подиуму всех мировых столиц моды Парижа, Милана, Токио, Нью-Йорка. На модной индустрии показалось мало, и Пётр обратил взор на телевидение, на канале СТС, вёл передачу «СТС зажигает суперзвезду». Рыков считал, что в жизни существует два беспроекрышных занятия – музыка и театр, а вечно красоваться на модных показах не получится. Сделать карьеру музыканта Петру по собственному признанию помешало лень и отсутствие силы воли, а в театре он как будто бы что-то понимал. Так молодой человек выбрал жизненную стезю. Для дальнейшего развития не хватало специального образования. Рыков решил компенсировать недостаток знаний и по совету друга закончил школу драмы Германа Седокова по курсу. Актёр драмтеатра и кино. В 2014 году телеведущий вознаградился дипломом ГИКа, в котором учился в группе Игоря Ясуловича. Ещё студентом сыграл главную роль в спектакле «Мера за меру», а также в «Даме с камелиями» и «Великой магией» на подмостках драматического театра имени Александра Пушкина. Первым опытом в кино для Рыкова стали короткометражки «Вера», «Натка» на закате нашего рассвета. Особо любил работать с артистом, однокурсник, режиссёр короткометражного кино Иван Шахназаров, сын известного режиссёра и продюсера Карена Шахназарова. Иван привлёк Петра для работы в фильмах «Рок», «Авторский метод», «Игроки» и «Без слов». Об актёре заговорили после роли Максима в полнометражной ленте «Привычка расставаться» с участием Данилы Козловского и Елизаветы Боярской. Лента завоевала главный приз фестиваля «Святая Анна», отмечена специальным дипломом на фестивале «Кинотавр». Роль второго плана досталась Рыкову в фильме о Великой Отечественной войне «Истребители». Главные роли в картине сыграли Дмитрий Дюжев, Елена Яковлев, Олег Фомин. Практически одновременно с «Истребителями» на экраны вышел мистический триллер «Ангел или демок» с участием Петра. Сюжет молодёжного сериала вращается вокруг старшеклассницы Маши, защиную чистую невинную душу ведётся борьба. Главного персонажа Андрея воплотил Рыков в приключенческом сериале «Корабль», повествующем о группе курсантов, дрейфующих на учебном судне в открытом море. Компанию молодому актёру составили Дмитрий Певцов, Роман Курцер, Агриппин и Стеклова. В 2015 году актёр пополнил профессиональную копилку ролями в сериалах «Мамочки» и «Ложь во спасение». В российско-украинском сериале «Мамочки» о трёх подругах в возрасте за 30 Рыков сыграл небольшую роль бывшего мужа. Вторая картина рассказывает о следователе, расследующем серию убийств, в которых подозревается местный банкир. В силу сложившихся обстоятельств, главный герой выпускает из тюрьмы первого мужа, собственной супруги и становится объектом интриг. Яркий образ Грека, вора-эгоиста, плохого парня получился у Петра в российско-латышском приключенческом триллере «Квест». Сериал рассказывает о группе молодых людей, незнакомых друг с другом, до тех пор, пока неизвестные, не отравили их ядом от ложного действия. Получить антидот можно, преодолев опасные задания. И решив сложные головоломки, гибель Грека по ходу развития сюжета вызвала массу недовольных отзывов в сети. Вместе с Рыковым над решением загадок бились Павел Прилучный и Агата Муцинеец. В главной роли снялся Петр. В музыкальном клипе певицы Максим, видео снято на песню «Золотыми рыбками». Одновременно с этим проектом Петр вышел на одну съемочную площадку с Дмитрием Хрусталевым, Константином Крюковым, Анной Артовой в комедийном сериале «Помню-не помню». В «История женщины в чужом теле» актер сыграл Никиту. Включен актер и в каст очередной долгоиграющей ленты под названием «Крыша мира». Участвует в нем Илья Глиников, Ирина Старшинбаум, Николай Казак. Сферу приватных интересов Петр тщательно оберегает от любопытных глаз и ушей. Вот и профиль в Инстаграме доступен, только избраны. Красочные фотографии актера размещаются на фан-страницах социальных сетей. Однако такой видный мужчина не обделен женским вниманием. В СМИ обсуждался возможный роман Петра с телеведущей Машей Малиновской. Спровоцировала ситуацию сама Мария, опубликовав в сети фотографию пикантного содержания с соответствующими подписями. Приписывали рыковой роман с коллегой Анной Чаповской. На этот раз волну сплетен подогрела страстная фотосессия для бренда одежды. Мэйсин Бонни Кью, лицом которого является актриса. А вот пользоваться внешностью, как бонусом актер не научился. И даже мыслей таких и вовсе не допускает. Петр откровенно заявляет, что заводить семью и детей пока не готов и пока собственно не хочет. У артиста расписан и каждый день львиную долю времени отводит на съемки, спектакли, репетиции. Поэтому рыков не хочет ошибиться и идти на компромиссы. А в таком ритме жизни оказаться невыносимым мужем и где-то пропадающим от сон и вовсе нет желания. Перспективный, талантливый артист по-прежнему служит в Московском драматическом театре имени Пушкин. Здесь за ним закреплена роль ученого в постановке «Дом, который построил Свифт», Джима в камерном мюзикле «Рождество», Генри и Клавдия в меру за меру. В 2017 году на экранах демонстрировалось сразу нескольких фильмов, в актерском составе которых фигурировали фамилия Рыкова. Сериал Алексея Папайгребского «Оптимисты» посвящен жизни и приключениям молодых советских дипломатов времен 60-х годов. Во время съемок комедийного боевика «Максимальный удар» актерский состав побывал в Лос-Анджелесе и Вашингтоне. В фильме поучаствовали мировые звезды Марк Дакаскас, Том Арнольд, Эрик Робертс. Сюжет не отличался особой оригинальностью. Команде спецагентов предстояло спасти похищенную внучку госсекретаря США. Внес свою лепту актер в очередную экранизацию романа Алексея Толстого «Хождение по мукам». Увидят поклонники своего любимца и в 16-ти серийном фильме «Кровавая барыня», а помещицы Салтычихи, которые вы наверняка посмотрели. Петр Рыков сыграл Сергея, Салтыкова, первого фаворита, императрицы Екатерины II и родственника мужа Дарьи Салтыковой. Роль последней досталась именно Юлии Снегирь. В сюжете еще одной картины с участием Петра «Проигранное место» обыгрывается. Легенда о месте в городском кинотеатре. Каждый, кто покупает билет на это место, странным образом умирает. Сложность в том, что никто не знает ни ряд, ни место, указанные в билете. Российский ужастик, ставший режиссерским дебютом, сняла актриса Надежда Михалкова. А в 2019 году вместе с Дмитрием Поломорчуком вы смогли увидеть нашего героя в сериале «Подсудимый». Это адаптация популярного корейского сериала «Подсудимый». Производством российской версии занималась киностудия «Трикс Медиа», главные роли в ней исполняют именно Петр Рыков и Дмитрий Поломорчук. Оригинальная версия сериала, премьера которой состоялась в январе 2017 года на телеканале SBC, была создана в Южной Корее. Проект заслужил высокую оценку зрителей и получил рейтинг 8,3 на платформе крупнейшей в мире базы данных по кино. В центре сюжета данного сериала следователь Андрей Климов, которого собственно сыграл Дмитрий Поломорчук, который отказывается от выгодных вакансий в частных компаниях и продвижения по карьерной лестнице, так как считает главной целью нерутинную бумажную работу в качестве коррумпированного чиновника о разоблачении преступников вне зависимости от их финансового положения и статуса в обществе. История начинается с того, что Климов задерживает криминального авторитета Сорокина, а вечером того же дня празднует с семьей день рождения любимой дочери. Заснув у себя дома, Климов просыпается в тюремной камере среди заключенных. Он не помнит, как и почему там оказался. Между последними воспоминаниями и этим днем прошло 4 месяца, которые полностью стерты из его памяти. Климов помнит только, как приступил к расследованию дела о гибели президента солидной компании Алексея Нестерова, в убийстве которого подозревался его брат-близнец Дмитрий, которого собственно и сыграл Петр Рыков. На этом собственная биография столь замечательного и молодого актера подошла к концу. А вы ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok